Я вам объясняю, а идиотом почему-то я себя чувствую. Видите, а можно вот камерой в лицо не водить просто? Пусть мне не понравится, как я в кадре получусь. Вы серьезно? В общем, подведем некий итог. Она сейчас может загореться. Вот она парит. А масло надо проверить, когда только он холодный. Это Михаил, если что. Аларм Моторс. В рамках лояльности для клиента клиенту Болт. Здравствуйте. Добрый день. Александр, здравствуйте. Я еду к вам. А где у вас там все, как обычно? Каким? Каким. А тут много есть выбирать из кого? Раз, два. Кому? Кому? Кому выбираете? Да, давайте. На 10 часов нам звонили. Позвали нас на 10 часов. Увы, что, вразительство, а это сразу на охрану. Что-нибудь? Кулинационное видео подойдет? Да, конечно. То, что где-то мы с вами, когда все закончится, сфоткаться. Да можно. Я просто обещала, что я с вами сфоткаться, потому что у нас все ваши выпуски смотрят. Да можно. Как-то уже к делу относиться не будет. Ладно? Спасибо. Надеюсь, бесплатно? Ну, с этого надо было начинать. Когда все закончится, сфоткаться. Когда все закончится, вернемся в прошлое. Годика на два. Рольф Пулкова, Санкт-Петербург, 29 декабря 2022 год. Здравствуйте. А у нас на 11 проектно-качество нам начали. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Проходите из службы Рольф Пулкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы делаете? Мастеру сдаем машину. Сейчас он с вами заезжает на территорию, загоняет к нам и проводим диагностику. Она там у нас есть проблема. Она очень хорошо видно, когда она холодная. Может быть, нужно сделать тестовую поездку сначала, продемонстрировать, что там что-то не переключается корректно. Когда машина сейчас подостыла чуть-чуть, давайте заводиться. Но мы хотели прокатиться сейчас вместе. Давайте. Какие-то там вопросы по переключению передачи. Да. Не включается в автоматическом режиме, приходится за счет лепестков переключать. Вот движение, и это происходит частенько. Сейчас это будет выявлено? Я же не могу точно вам сказать, будет или нет. Пробуем. Не, ну а как? Я два раза приезжал. Сергей, инженер-тренер наш, технический специалист. Поэтому давайте сейчас с ним прокатиться, продемонстрировать, как работает переключение передач. Слышали толчок? Нет. Еще раз. Слышали? В общем, в автоматическом режиме не переключается передача и переходится под рулевым лепестком. Да, я понял. Это не постоянно, не каждую секунду, но это было неоднократно. После чего я обратился в центр, и мне сказали, знаете что? Вот когда будет у вас еще раз пинаться, приезжайте и будем наблюдать. Но это же как бы не подход. Как только вы убрали педаль, газа, она переключилась. Такая нужно же не убирать. Нужно, чтобы она не упиралась, стрелка отщелкивала. Нет, переключение происходит по двум параметрам. По скорости и положению педали газа. Пока вы держите педаль, предположим, нажатую полностью, она никогда не переключится. Как-то? Ну, такого режима работы. Если вы вспомните движение с ручной коробкой передачи... Тут налево? Да, налево. То есть вы хотите сказать, если я буду держать постоянную педаль в пол, у меня коробка не будет переключаться? Ну, она до определенных переключится. А дальше будет держать ту коробку, ой, ту передачу, которая в данном случае ей необходима. Существует карта переключения передачи. Вот, понизила передачу. Сейчас только что. Она не переключает. Я вам говорю, она в красную идет отсечку. Так вы опять переключили? Правильно, она начинает гудеть. Она должна переключить, отщелкиваться, я переключаю руками. Потому что упирается в красную отсечку, вообще не допускается, чтобы крутила в красную отсечку. Мы же опять сейчас подошли к красной зоне, но не зашли в нее. Так потому что упирается, я вам говорю, она рычит. И нельзя до красной зоны крутить машину. Это для мотора... Не жевательно. Ну, конечно. Я же вам почему говорю, что она упирается. И так бывает частенько. Вы от нее требуете разгон больше, чем она может дать. Поэтому она уходит в красную зону. Она не должна уходить. Она может заходить. Зачем она там указана в красную зону? Ну, я понял. Ну, короче, вы не понимаете, про что я вам говорю. Нет, я полностью понимаю, о чем вы мне говорите. Что она упирается, и мне приходится механическим путем ее переключать для того, чтобы она не заходила на красную зону. Потому что если мы приедем, мы машину поставим на стенд, и будет указано, что были обороты там превышающие максимального, то это нарушение транспортного средства в эксплуатации. Понимаете? Я это точно знаю, прекрасно. И поэтому могут потом сослаться на то, что я неправильно ее эксплуатировал. Когда она начинает упираться, а бывает по городу ты едешь, и просто передачи не переключаются. И мне приходится переходить с автоматического на ручной режим. Понимаете? Нет, это я все понимаю. И я это не придумываю, или там от нечего делать. Потому что есть такие нюансы, есть такие моменты. Мне делали диагностику и говорили, что все в порядке. Никаких нареканий нет. Но если появится, вы приезжайте, наблюдайте, приезжайте, и мы будем устранять. Я говорю, ну такого же не бывает, что я просто беру, с головы придумываю мне, что заняться. Нечего просто ездить в сервис для того, чтобы устранять эти моменты. Справа, когда в паркинг заезжаешь, вот парит прям пар. Машину поставил. Сейчас, наверное, не будет видно. Если мне не изменяет память, у стингера справа находится интеркулер. Это вещь, имеющая температуру в районе 70-80 градусов, если хорошо ехать. Поэтому вся вода, которая попала с улицы на нее, будет испаряться. Вспомните, вы на ручной коробке ездили когда-нибудь? Конечно. Ну и там, как вы переключаете? Сугубо от оборотов? Да. По-моему, от скорости. Разогнался до определенной скорости? Если это самое... А если вы подъезжаете к чему-то, да? Да. Вам надо... Слышишь? Я слышу. В гору, предположим, поехать. Повышенные обороты? Да. Вы переключаете на понижем. Мы будем открывать капот? А мы заедем сейчас. А, не надо открывать, да? А что мы там можем увидеть сейчас? Ну, хорошо. Не, я говорю, пар не парит вот так вот. Вот это что-то течет, мне говорят, это нормально. Крутит, я потом ручным. Я говорю, так не должно быть. Он мне говорит, это нормально. Да? Потому что вы нажали педаль в пол, кикдаун сработал, и будет крутить до максимума. Я говорю, крутит, там до 4,5-5 тысяч, потом отщелкивает. Ага. Ну вот. Мы загоняем на территорию, и уже мы пройдем в цех, приступим к диагности. Угу. Пойдем. Мне мастера всегда говорят, все отлично. На каждом заказ на язве мне написано, что все хорошо, замечания не выявлены. Ну, мы сейчас посмотрим, то, что полагается нам посмотреть. На тему не переключающейся коробки передачи. Так и должно быть. Давайте разберем ситуацию. Вы идете на обгон фуры, да? И идет встречный автомобиль. Вам надо резко завершить обгон. Нажимаем педаль в полк, срабатывает кикдаун, на оборотах 5,5 тысяч, переключает. А обороты у вас заскачут куда угодно, пока вы держите педаль в зону. Негально. Если произойдет переключение в этот момент, машина уменьшит свой разгон, и вы попадете в ДТП. Поэтому переключать в красную зону, не допускать туда заходы вы, у вас коробка отрабатывает на переключение передачи, как только вы убираете педаль газа. Это штатная работа коробки. И заходить в красную зону он имеет право и может. В данной ситуации, это самое все равно, что будет с двигателем, вы должны закончить обгон. Это у меня БМВ, я нажимаю, например, в пол педаль, и она у меня будет переключать все 9 педаль. Нет, пока вы держите ее на полу, в полу, она не будет переключать. Мы сейчас тронемся, и чего как. То есть я должен, чтобы переключиться на вторую, ногу отдернуть. Вот я про это тоже говорю. Я нажал педаль в пол, и она у меня пошла. Подщелкиваю. Нет, это если вы слегка нажали, наполовину нажали. Давайте попробуем. Вот у меня начинать здесь. Мы сейчас выйдем и с 3 поедем. Я педаль в пол и погнали. Я еще могу нажать кнопку спорт. И она еще короче передачу будет, когда я накидает. Со спортом обычно прондуется самая более длинная передача. Со спортом? Наоборот, короткая. Нет, она позволяет заходить на более высокий оборот. Разную зону. Ну ладно. Я вот вам объясняю, а идиотом почему-то я себя чувствую. В эксплуатации написано «не допускать». Не допускать. То есть это вы можете допустить. Заботает о вас ваш покровник. А я не допускаю. Ну вот все правильно. Я и не допускаю. Вы действуете в соответствии. Все правильно. Так а для чего дают эту эксплуатационную книжку? Для того, чтобы человек правильно эксплуатировал транспортное средство. Сейчас мы сохраним его и распечатаем, что там ошибок ноль пока. Вот на сегодняшний день. Мы вернулись после новогодних праздников. 9 января 2023 год. По замечанию, на момент приемки двигатель запускается. Мы не можем дальше в металл заглянуть головой, понимаете? Ну механически нужно снимать, разбирать. Топливную систему. Давайте. Ну лучше не хотите за это платить. Конечно нет. Говорите, что они будут оплачивать. Ну конечно нет. Это нужно... Она же гарантийная машина. Нет неисправности пока. Куда лезть-то? Непонятно. Ну вчера она была, так и теперь получается как? Вот я вчера просто от нечего делать делал на эвакуаторе, привез по машине. Ну получается так. Я получается... Мы так и договорились с вами, да? Что вы пригоняете машину, на холодную оставляете. Утром... Ну она не завелась. Я продемонстрировал, что я сел в машину. Ну откуда я знаю? Машина живет свою жизнь. Батарейка, метки есть? Ни в коем... Меток нету никаких. Вандувай, да, кстати. Просто ключ. Я менял и батарею, и аккумулятор новый, по рекомендации аларма. Все поменено, все в нормальном состоянии. Аккумулятор поменяли в том году. Что делать? Установить, почему она... Она сейчас заводится, мы хотели установить. Вчера она не заводилась. Ну давайте начнем с давления топлива сейчас и проверим. Давайте. А снять, установить то, что пишут топливные нас... Это пока предварительно. А. Это сейчас если давление упадет, то дальше продолжится диагностик. Если давление не упадет и будет все в норме, нет повода дальше что-то искать и диагностировать. Потому что все показатели, они в норме. Только то, что машина не заводится. Вот она сегодня завелась, а завтра не запустится опять. Опять нужно будет тоже прийти с компьютером, просто посмотреть. Если компьютер покажет все окей, значит все окей. Давайте дождемся. Не, я с вами дискутирую. Зачем на будущее? Сейчас вот план проверки нас такой. Мне же тоже самому не интересно просто, да, вот, брать, вызывать эвакуатор. И мастер то, что говорил, несколько раз нажимать. Я же специально для этого видео и записывал. С первого раза не получилось. И потом я пробовал завести. В чем причина, неизвестно. Пока все в порядке. Ну, вы согласны с этим? Нет, я не согласен. Ну, вот так. Ну, сегодня завелась, завтра не заведется. И это не означает, что все в порядке. Слышите звук? Да. Металлический. Нет, так мы холодно не надо делать. Слышите? Слышите звук? Она не переключилась. А вот сейчас переключилась. Ну, если слетит, я эксплуатирую автомобиль. Если что-то произойдет, на мне будет вина. Это будет не гарантийный случай, потому что я неправильно эксплуатирую автомобиль. Я понимаю, про что речь идет. Витя, можно вот камерой в лицо не водить просто, ну, как-то... Я ее в лицо не воду, почему? Ну, мешаете, честно могу сказать. Как я оставлю здесь вставать? Хотите поработать? А я вам камерой показываю, нет? Да, пожалуйста. Нет, мы же фиксируем. Нет, вы просто мешаете вот сюда, на данный момент. Каким образом? Понимаете? Мы же фиксируем. Я понимаю вас, но вы сейчас мешаете вот камерой данной. Вот человек вот камеру ставит прямо сюда. Вот не хотите поработать, я вам тоже камеру поставлю, поработаете. Пожалуйста, ставьте, помешает. Если вы хотите на мастер-класс, записывайтесь тогда на обучение в Киеве. Давайте говорите, да, да, да. Перейду на мастер-класс. Записывайтесь, позвоните в Киеве. Скажите, что вы хотите обучаться там. Мы же сейчас здесь не для обучения собрались. Ну, на данный момент вы снимаете видео, как мы разбираем топливный насос. А если произойдет при демонтаже какая-то поломка? В общем, подведем некий итог. Нужно зарядить аккумулятор. Раз. Нужно заменить сетку топливного фильтра насоса. Вместе с насосом, поскольку там присутствуют какие-то инородные тела. Мы не эксперты все. Мы не будем сейчас проваливаться, что это, откуда, почему. Мы таксотируем факты. После этих всех мероприятий... Что-то не так случилось. Что сказать? Да, этого не можно. То есть... Поэтому сейчас автомобиль завелся у нас здесь. Все в порядке. И если когда-то на каких-то режимах неправильно работает система подачи топлива, это, возможно, может сказываться и на переключениях передач, в том числе, поскольку это одно целое. Все. Это наше предположение. Поэтому сейчас нужно зарядить аккумулятор, выгнать машину на ночь, попробовать завести ее утром точно так. Все. Нет, нет, так вот так, да. Вот только я здесь не помню, этот самый фильтр в самом насосе находится или отдельно. Просим, если ролик выйдет, да, в соответствии с 52-й лицами наше. Да никто не будет их не дрейвать. На всякий случай. А вдруг интересно, чтобы получится. Ты на что намекаешь? Никто не будет лица закрывать. Почему? Просто не будет. Мы все это делаем в первую очередь для судов, для доказательной базы. Это я знаю прекрасно. Вот и все. Мы же с вами уже видели. Ну вот, тем более. Ну, поехали. Может быть, мне не понравится, как я в кадре получусь. Да ладно, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Слышите? О, она не переключается. Она должна щелкнуть передачу. Так потому что она не переключается. Она не собирается. Так она должна щелкнуться. Да почему? Кто вам это сказал? Она не должна в красную отсечку уходить-то. Вы что, шутите, что ли? Держите, 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 мы же можем сейчас. Держите, держите, держите. И вот, шесть, по-моему, там же, иди. Ну, поехали, начали разменяться, видишь? Ну, он третья, и вот, он когда скидывает на педаль газа, она тогда пьет. То есть, если он держит педаль газа, она не... Он держит педаль газа, она, типа, держит на третья, и просто непонятно, на до скольки оборотов она ее опускает. Она же до этого доходит, и все. Да, красная зона-то это и ладно, у всех красная зона есть. Я имею в виду, что в итоге-то она ее до 100 до конца, и все-таки он ее переключает на 7000-ти. Или он не держит ее до 7000-ти, ну, или он держит 7000-ти и не переключает? Не переключает, да. Не переключает вот это вот, скорее всего. Просто на каде... Короче, надо сейчас тест сделать на этот, где-то на каком-то отрывке. Прям, да, прям, когда с полной, на свободно, на новый мошеннице? На какой новый, на вашей? А, сейчас... На прямой, вот, до 7000-ти оборот довести на третьей передаче. Не отпускать, и смотреть, либо она... Вы что-то делаем, или нет? Нет, просто... А, просто как мы ехали, как ехать, просто и держать... Да, и это все зафиксировать. То есть, вы, как бы, у нас... Если она не скидает, мы просто ее, когда разбираем. Ну, тут разбирать... Надо почитать, что там пишут. Есть... Вы имеете в виду, что пишут... Ну, вообще, не на форумах. Не-не-не, в мануале, да. В мануале, да, что прописано. Не на форумах, понятно. Ну, что это... Вы хотите сказать, что такой автомобиль, да? Такой он изначально? Алгоритм работы короткого. Алгоритм, что она не переключает передачу? Она не собирается переключать. Да. Ага, спасибо. Вот так мы... А, что-то на заказах. Она вообще не должна переключать тогда? В рамках лояльности... Подождите. Так не переключает. Вы пишете, что коробка работает в штатном режиме. Так она не переключает. Она не может. Она скорость, ну, не переключает. Она не собирается ее переключать. Почему? Она вообще не должна, да, получается? Такой режим работы. В смысле такой режим? Такого режима? Вы записали. Подождите. Подождите. Где это заявлено? Где это заявлено, что она должна переключить? Она вообще не должна на первой скорости ехать. Вы серьезно, что ли? На третьей? На третьей? 200 км в час машина должна ехать? Вы серьезно? Вы... Вы... Вы в своем уме? Он сказал, что на 200. Нет, подождите. Надо убрать газ на 2%. Так, а подождите. Где это написано, что газ нужно убирать? Коробка автомата, она должна самостоятельно... Ну... Хорошо. Где? В машине ему следует. Вот и все. Где в алгоритме работы написано, что она не должна переключать? Что для того, чтобы она переключила, нужно убрать газ. Где это написано? Где этот алгоритм написан? Он это является... А где написано, что должна? Смотрите, это автомат. Что автомат? Я все понял. Это автомат. Что она самостоятельно переключает? Кроме кикдауна. Кроме кикдауна. Нет. Да нет. Автомобиль так не работает. Написано, что, например, если уперлась стрелка в тахометр, я должен приотпустить газ, чтобы она скинул... Подождите. Стингер вообще заявлен как спортивная машина, ребята. И в тейкдауне ездить это норма. Тоже для этого автомобиля по факту. Тейкдаун не предназначен для непрерывного движения. Нет. Это же непрерывное. Мы же ускорение делаем. Мы же не постоянно ехали. Мы ускорялись стрелки. Мы тоже перемываем. Я вам сказал, тейкдаун аварийный. И на треке вы ускорили. Да, хорошо. Мы на треке даже сейчас выйдем. То же самое произойдет. Для того, чтобы увидеть переключение... Вам продемонстрировали, что есть проблема. Нам предстоит текущая передача и следует. Слушайте, это то же самое. Ситуация с вами патывает так же, как и с сидом. Где вы не признавали по сцеплению, но все же поменяли его. Вы здесь также не признаете, но... Мы пошли на встречу. А у меня встречи нет. Здесь нет того, что нужно менять. Вибрация в двигателе. Вы тоже видите. Хорошая на новое поменять. Такое не работает. Да, причем хорошая на новое. Вы устраните просто. Я не хочу на новое. Вы просто устраните. Наши восторгнутый договор получить деньги. Наше заключение окончено. Это будет 10 заказнаряд. Вы можете не согласиться. У вас есть эксперт. Когда машина трясется. Мастер сидит, запускает ее, колбасит. И потом компьютер ничего не показывает. Вы говорите, это тоже норма. В автомобиле допустима вибрация. Да хорошая. Какая книжка. Ну о чем вы говорите. Мастер же понимает. Вибрация это лучки. Это не одно и то же. Ладно. Давайте подписываем. Делаем дальше. Доводим экспертизу. Что пишем. Что соответственно. Что не соответствует. Как это просто раз. Автомобиль неисправен. Да. Автомобиль неисправен. При запуске автомобиля. Автомобиль пинается. При запуске. Да. При запуске пинается. С третьей на четвертую скорость. Не хочет переключаться. Не хочет переключаться. Ну что ж. Пожалуй переместимся в другой сервис. АЛАРМ МОТОРС ЛАХТА. Санкт-Петербург. 2024 год. Вот так проводим выходной день. Приехали. Вскрываем автомобиль. Киа Стингер. Мы уже снимали его. Полгода автомобиль стоит здесь. В результате ремонта, который осуществил автосалон АЛАРМ МОТОР. Двигатель пришел в негодность. Здравствуйте, Михаил. Очень приятно. Вас представлять, Игорь. Не надо. Александр. Приятно. Здравствуйте. А какой план то у нас вообще по нему? Смотрите. Ну вы записаны на техническое обслуживание. Соответственно мы будем проводить техническое обслуживание согласно регламенту. Если мы обнаружим там какие-то недочеты либо в электронных системах либо еще где-то. Соответственно эти работы необходимо будет перезаписаться. Потому что у нас к сожалению нет технической возможности делать углубленную диагностику. Что значит углубленную? Ну это значит блоки почитать, какие-то графики простроить. Что согласно регламенту необходимо сделать, это мы выполним. Но вы же в начале продиагностировать машину должны или нет? Сначала. Когда вы принимаете компьютер? Нет, конечно. Мы смотрели это. Нет, конечно. Да. Это входит в техническое обслуживание, диагностика. Ага. Вот. Ну что не диагностика? Это подключение просто компьютера, рассчитывание кодов и все. У нас здесь масло поменяно, мы не знаем зачем нас позвали. У нас масло поменяно. Все поменяно. Так я не знаю зачем. Так нам нужно сделать диагностику ходовой. Ходовой, подождите, подвеску ходовой, там хруст с правой стороны. И почитать компьютером. Обычно же, когда машину передают, включают компьютер и читают коды неисправности. Нет, нет, нет. Это подождите. Вы записаны на техническое обслуживание. Так я же вам говорю. Ходовку. Посмотреть хруст идет в ходовке. И потом прочитать компьютером. И пар постоянно вот из радиатора вот идет. Вот отсюда из радиатора. Мне сказали, три раза обращался, что это норма. А никакого снега тут нету. На машине я сейчас не гонял. Постоянно парит. Угу. Так, подождите, мы что делаем? Мы делаем техническое обслуживание или делаем... Техническое обслуживание. Давайте по-другому немножко. Зачем? Вот вы как мастер, да? Мы приезжаем, говорим о проблемах в автомобиле. Вы говорите, нет, мы техническое обслуживание делаем все. Нет, нет. То есть автомобиль разваливается. Колесо сейчас отвалится. Машина сейчас может загореться. Вот она парит. Мы делаем просто ТО, да? Или как? Игорь Владимирович, Александр, вы взрослые люди. Вы все понимаете. Мы все прекрасно понимаем. Но на диагностику у нас отдельная запись. Понимаете? Так. Вы записались на техническое обслуживание. Без диагностики? В рамках технического обслуживания мы, естественно, смотрим подвеску. Подключаемся. Так. Почитаем ошибки. Но если там будут какие-то ошибки, с которыми необходимо будет разбираться, мы этого выполнить не сможем. Почему? Потому что у нас нет оборудования соответствующего. А как? Вы же были официальным диллером. А как вы... Слушайте, ну все же ломается, выходит из строя. Вам телеграмму отправляли. Поэтому вы делаете вид, как будто вы об этом не знаете. Мы не знаем. Потому что мы когда звоним... Как вам же телеграмму отправляли. Мы когда звоним вам... Вы сейчас лукавите. Нет. Мы когда вам звоним, просто не представляя, что вот это этот автомобиль. Нам говорят, пожалуйста, Kia Stinger, все проводим. Любую диагностику. Приезжайте. На Савушкино. Как при... На Савушкино именно, 108. Что важно. Мы приезжаем, нас идентифицируют, все. Оборудования нет. Это как это? А вы говорите, что я лукавый. Я бы, честно говоря, послушал вот эти звонки на самом деле. Да есть. Есть звонки. Послушайте. Ну, потому что это очень странно, как минимум. Очень странно. Поэтому мы говорим... Потому что у нас такого оборудования, к сожалению, нет. И учитывая то, что, ну как вы видите, произошел Ребрендинг, мы сейчас вообще заканчиваем работу с автомобилями Kia и закупка этого оборудования, я так не полагаю. А мы впервые с ним, с этими проблемами обращались еще два года назад. Впервые. В двадцать первом году. Так никто ничего не сделал. Так никто ничего не сделал. Так никто ничего не сделал. Два года прошло. Так вы же не устранили. Это же некачественные ремонтные работы. Что значит некачественные ремонты? Ну, смотрите, машина парит по настоящее время. Давайте начнем сначала. Да. Прошло два года. Два года. И дальше что? И два года не устранили. Ну, это прям как... На протяжении двух лет, на протяжении 2 плен. Там порядка десяти заказ нарядов у нас. И ВОЗ, и ныне там. Да, и говорят все время езжайте, это нормально. Снег налит, машина стоит здесь... Так а зачем вы забирали автомобиль, если вы считаете, что это нормально? В смысле, мне сказали, вы проедьте, посмотрите, как она себя будет висеть. Я забирал, проехал, и она ведет себя. Хорошо. И вы ждали два года для следующего обращения? Почему? На протяжении двух лет 10 обращений было. Каждые полтора-два месяца. Каждые полтора-два месяца? Да. Ну, слушайте, если каждые даже два месяца в год обращаться, это уже будет. Ну, шесть раз. Ну, вот так и получается. Хорошо. Что сейчас-то? Давайте конструктив. Конструктив. Справа идет хруст. Хорошо. Парит радиатор, непонятно по какой причине. При запуске двигателя идет детонация, вибрация. Неровно работает. Ну, это вам надо на диагностику записываться. Нет, мы сейчас на ТО приехали. Вы сейчас мне задаете вопрос, я вам отвечаю. Что меня беспокоит. В это ТО входит осмотр ходовой части? Осмотр ходовой части в ТО входит. Ну, вот, выявите, пожалуйста, по какой причине у меня идет хруст с правой стороны. По какой причине у меня парит машина, которая не входит в ТО в явление причины того, что парит радиатор? Так вы же говорите, охлаждающую жидкость надо менять, да? Да, антифриз нужно менять. А как тогда вы будете менять, если у нас парит радиатор, а вдруг там течь? Мы не будем менять. Мы будем сначала делать диагностику. О, так мы об этом и говорим. Для этого необходимо заново приехать. Конечно. Это как-то ужас. Давайте тогда как? Делаем ТО? Делаем ТО техническое обслуживание. Конечно, кроме масла. Все остальное? Это будет не ТО. В смысле? Ну, мы же... Смотрите. Я это сделал. Я имею право отказаться от того перечня услуг, которые уже выполнены. Я имею... Почему вы так решили? Ну, потому что я так решил. Это мое право. Хорошо, все окей. Ну, это не будет техническим обслуживанием. А что это будет? Это будет отдельные работы. В смысле отдельные работы? Техническое обслуживание – это комплекс работ. Так если я поменял масло? Которое входит. Замена масла, в первую очередь. Соответственно, осмотр подвески, диагноз. Ну, там регламент есть. Так если я масло поменял, зачем его еще раз менять? Ну, смотрите. Я вот приезжал недавно. Пусть это BMW. Ну, неважно. Смысл одинаковый. Я приезжаю на Евросиплахта. Мне говорят 80 тысяч рублей. Все. Я говорю, что входит? Фильтр салона, там еще какой-то фильтр и так далее. Я говорю, короче, давай так. Все, что касается масла, мы меняем. Фильтр масляный и так далее. А фильтр салонов и всякую остальную ерунду мы не меняем. Но, тем не менее, это у меня ТО. ТО, конечно. Это, понимаете, на усмотрение дилера это все происходит. В смысле? Это же техническое обслуживание. Подождите. Техническое обслуживание. Вы же можете сами зайти на сайт. Там комплекс работы с заменой деталей. Я готов отвечать. Вот это техническое обслуживание. Готов отвечать. Есть по каждому ТО какой-то регламент. Но потребитель имеет право отказаться. Вы обязаны его выполнить в том объеме, в котором согласовал потребитель. Все правильно. Но у себя в компьютере или где вы этот учет ведете, вы просто ставите отметку, например, фильтр салона не поменят по инициативе владельцев. Вот и все. Ну да. Поэтому мы об этом. Если у нас сейчас ПТО, осмотр подвески, например, замена масла и так далее и тому подобное, мы пишем осмотр подвески, произвели, замену масла нет, поскольку потребитель масла была заменена до пробега. И вы это все украшаете? Ну естественно, мы в сервисе книжку тоже никаких отметок не ставим, потому что масло же не поменяли. Это в первую очередь. Понимаете, это одна из самых важных процедур в техническом обслуживании замена масла. То есть как мы можем нести ответственность. Так, а вы не несете ответственность. Все такое, без замены масла, регламент выполнен в таком объеме. Все, какие проблемы. Смотрите, мы запчасти можем убрать из этого пакета, но сами работаем. Они у нас идут пакетом. И нет отдельных работ по замене масла, по замене фильтра и так далее. Такого не бывает. На каждую услугу должен быть. Ну как, даже если есть пакет услуг, он включает в себя много разных услуг. Я вам еще раз повторю. ТО это пакетное предложение. Туда входит работа по техническому обслуживанию. Куда входит замена деталей определенных. Норма часы? Ну конечно. И детали. Соответственно мы детали убираем, окей. Но работа, они остаются. То есть смотрите, ТО стоит условно говоря 20 тысяч рублей. Масло не меняли, это не делали. Берете с нас 20 тысяч рублей. Мы пишем вам претензию, что ребята, мы масло не меняли, верните деньги. Вы говорите, мы не знаем сколько вернуть, у нас это пакетное предложение. Но услугу вы эту не оказали. Мы ее делаем в суд и взыскиваем все 20 тысяч. Это же рынок, понимаете. У нас такое предложение. Да нет, есть гражданский кодекс просто, а не рынок. Слушайте, я не юрист, я с вами по этому поводу не могу дискутировать, насколько это вообще законно, вот эта замена. Ну смотрите, просто мне предложили здесь за 40 поменять масло, я поменял за 20. Законно, как вы думаете, в два раза накручивать цену? Не знаю. Ну вот. Вот и я когда это узнал, не понял, за что 40 тысяч берете, когда в Евроавто за 20 делают. В общем, машина осмотрена на таком-то пробеге. Мы приехали на ТО-8, вы сами следите за этим и сами нас пригласили. Мы говорим, что пока вы соображали и пока ваша цена была высока, мы сделали, поменяли масло в другом месте. Все, пожалуйста, вы делаете все остальное. У вас есть перечень работ. То есть если я приеду и попрошу вас, посмотрите у меня подвеску. Вы говорите, стоит там 3 тысячи, например, условно. Ну это надо записаться, понимаешь? Опять записаться. Так мы же приехали. Чудес-то не бывает. Короче, мы уже по третьему кругу идем. Мы приехали на ТО, это входит в ТО, но мы от каких-то работ по ТО имеем право отказаться. ТО делаем, правильно? Ну конечно. Нет, ТО делаем, но без согласованного объема. Ну естественно, мы документы подпишем. Конечно. И вот почему она парит, я не понимаю. Поэтому мы вряд ли не сможем вам дать ответ на это. А как вы нас отпустите вот с такой бедой? Ну мы, слушайте, если у нас нет технической возможности сейчас сделать, диагностику данной проблемы, соответственно, ну наверное, монотоды бы вас не возьмем. Я вам скажу так. То есть нам необходимо предоставить исправный автомобиль на техническое обслуживание. Автомобиль исправен? Нет. Вы говорите парит. Вы же сами нам пишите, что он исправен. Катайтесь на здоровье. Всегда. Все заказы наряда. Вы сейчас... Месяц назад он может быть был исправен, но сейчас он не исправен. Я не знаю, ездил он не ездил. Он здесь стоял полгода. А тебя вытащить не могли. А за полгода до этого что было? Ничего, он здесь стоял. Смотри, стоял не исправен. Вот эта парилка во всех заказ снарядах. И вы говорите, ну ваш центр говорит, все в порядке, исправен. А вы сейчас нам отказываете. На тот момент, значит, он был исправен, когда мы это писали. Нет. Ну это ваше мнение, что ли? Вы установили, что он не исправен, да? Вы же даже не установили, что это? Загоняйте на ТО. Все, нам в заказ снаряде делайте отметку, что автомобиль не исправен. Нас это удовлетворит. Нет, мы ТО даже не будем загонять. Потому что у нас нет технического возможности продиагностировать ваш автомобиль. В смысле? Вы же именно исправили. Вы только что же сказали. Нет, исправная автомобильная... Все, исправный автомобиль. Заезжайте, он едет. Как это исправят? Вы сами говорите, что он неисправен. Мы же не профессионалы. Но вот... Вы говорите, что он неисправен. Михаил, вы нам отказываете сейчас? Нет, конечно нет. Ну загоняйте. Загоняйте тогда. исправный автомобиль предоставьте а потом мы уже будем как вы решили пишите нам акт мы можем все что угодно говорить я говорю 5 колес вот так вот alarm motors опять начинает нам голову делать предоставьте исправный автомобиль приезжаем на сервис kia и говорят оказывается на дилер можно заезжать только на исправном автомобиле на то то есть все если ты приехал им кажется что автомобиль неисправен то все ты должен уехать мы не будем его смотреть так пока смотрим как автомобиль будет проходить диагностику напоминаю всем что каждый наш ролик имеет свое окончание это кто говорит что ролики там какие-то он видел без окончания смотрите обязательно описание к видео там указаны все части предыдущие и последующие если вы там не находите тогда в итогах годах мы обязательно сообщаем что по каждому делу такое решение и подписывайтесь на наш телеграм-канал там мы публикуем наши самые свежие новости ну и разные другие приколюхи поэтому заходите в описании видео переходите по ссылочке и нажимаете подписаться говорят антифриз превышает и масло превышает по техническим жидкостям есть нарекания да соответственно уровень охлаждающей жидкости превышает максимально допустим так вот же горячий просто видимо расширился для этого и нужен максимум и минимум чтобы да вот этих пределов находился вот и уровень масла тоже в смысле он так он же вот под этот уровень и есть к масло надо проверить когда только он холодный не на холодную масло проверяют обычно покажите масло на холодное проверяет на холодного дождаться там же масло явно не наливают на глазок там если положено у него 6 литров 6 литров бар 5 и 7 литра нет я был я условно говорю нам если по вот вот поэтому я обращался неоднократно все в заказ нарядах есть мне сказали что это ну просто легкое запотевание это легкое запонимание но как вы считаете вот то что она вот так вот смотрите запотевание не влияющий на расход технической жидкости является дефект дефектом да нельзя взять и прокладку поменять чтобы этого запотевания нет просто мы сейчас говорим о том является это гарантийным случаем или нет того должен завод изготовитель оплачивать данный ремонт в данном случае согласно это не мои слова хорошо незначительное запотевание не влияющий на технический расход жидкости не является дефектом хорошо если из запотевания до вас происходит расход технической жидкости соответственно это является дефектом что необходимо устроить в рамках гарантии если автомобиль находится на гарантии ну ладно у вас занять подливает у нас в общем-то мотор трясется поэтому на высоту мотор да по ощущениям вибрациями вот что в вашем понимании трясется мотор ну нет неровно он работает так он же уже теплый на холодный нужно проверять на холодную куда запускаешь сейчас мы этого не увидим а у меня есть множество нажать масло у нас перебор сейчас он горячий у нас есть множество видео как автомобиль себя ведет на холодную я привозил показывал видео эти сохранились и при большом желании можно показать еще опять возвращаемся к техническому сейчас мы проводим техническое обтуживание да что касаемо вот этой тряски двигателя да это диагностику необходимо проводить согласно сам будет согласно вы проведете но не диагностику в рамках ну вы проведете ваша организация проведет сейчас нет почему потому что у нас нет такой технической возможности да 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 и и год уже нет даже больше и наряд ли появится я вам так сказать ну ладно если мы на другом стингере приедем и у вас будет такая возможность но по телефону нам говорят что киа стингер любые ну ладно мы покажем поднимите тогда заказ наряда и посмотрите в чем хруст поднимите на подъемник и установите в чем причина все вот без даже можно здесь делать если он хруст там же шрут застоят если он хруст но приложил ухо там если уж такими дедовскими методами хотите проверять какими а кто-то трогается и будет слышно он его а слышит и ощущает во время эксплуатации автомобиля соответственно он может показать нам этот дефект во время движения это же можно здесь сделать я даже сделал на парковку делайте зачем мне здесь присутствует может быть не увидим но так хорошо не услышите тогда отразить это в заказ наряде чтобы правил провели диагностику и не увидели клиент отказался продемонстрировать да нет давайте по другому скажем где вы видели что на техническом обслуживании клиент бах гоняет на вас всегда ну что же я положа руку на сердце я первый раз вообще просто в общем не знаю опять же я по собственно я пригоняю машину оставляю гривен хрустит здесь и он ушел я был хрустит я гу хрустит у меня вот в этом колесе и уехал мне не говорят поехали гонять ну как ну хорошо согласитесь когда он ее демонстрирует гораздо проще с этим работать и мы вам даже сказали примерно где но разбили вы же специалисты я не специалист так нам не нужно от вас правое колесо там какой-то хруст он говорит надо ездить кататься но зачем делать летняя резина говорит что даже здесь может продемонстрировать нет я ничего такого не говорил я предлагаю по-другому берет мастер и второй человек если он не хочет просто поднимать на подъемник и там смотреть нет теории просто прямо второй сотрудник вашего центра ухо приложил трогается машина слушает вывернул руль трогается слушай это не обязательно применение обязательно это один применение обязательно возможно в этом вот мы все но все буду так видите цены в вашем пакете указаны цены в вашем пакете указаны не на все позиции это это оранжевом помечены что мы видеть клиент просто я понял а почему не приезда радио пакет нужен красный до красный там по красным там он супер и да не это просто запчастями то что понятно что там будет только то что вам интересно интересно не нужно почему а что здесь такого было что нам нужно вырезать чтобы лака пару на мой взгляд ничего но мы же вырезаем монтируем только с той целью чтобы это смотрибельно было да то есть где-то там мы можем стоять думать или писать там 10 минут до зачем это человеку человеку а человек тоже сидит и смотрит поэтому это проматывается делается в этот и монтаж как бы есть это же за полиция можно всегда потому что если так делать во многих же организациях есть видеокамеры и пишут они еще со звуком эти камеры это можно конкурентом отправить поэтому а зачем вот и нас могут точно также снять то есть представьте мы приходим там это хамим плохо себя ведем потом режем красивый ролик все аплодируют а по факту потом выкидывают хотя бы к нам в телегу и говорят а вы посмотрите как он себя ведет ну это же бред также как-то разговаривает матвеев плохо хамит да я неплохо разговариваю начинаю всегда нормально разговаривать а когда мне начинают откровенно хамить ну я начинаю в ответ хамить ну и чё тогда это же нормально вот если бы я сразу приходил бы с ноги открывал бы дверь и просто не зафиксировали ваша камера когда у меня запаска пропала новая запаска вспомнила я же блин вам не вернула вы мне сказали что заказали ее из москвы ну как она пропала из моего автомобиля под камерами когда я попросил показать видео не записалась есть есть провал то есть она пишет пишет потом не пишет но не пишет она потому что нет движения машина уехала почему нет камеры нет движения зачем запаска больше не пропадет да да есть есть запаска ой сразу опять запасные они на есть он ну она же не подтверждаю ну хорошо тогда сейчас по работам и нам нужно по китайские машины диагностирует конечно есть оборудование а вы уже официальные дилеры а как другие продают на таком же основании параллельный импорт путин разрешил можно все воровать и продавать сушки с китайскими автомобилем немножко все попроще там с алиэкспресс заказывать никаких проблем я понимаю маркет машину покупать по интернету не проблемами вы в любом случае мы приехали на т.о. виды работ по т.о. мы согласовали что-то убрали что-то осталось все вот что осталось все равно же этот его расходников вообще никаких антифриз почему антифриз нет вообще делали вообще ничего делать не надо только посмотреть не почему антифриз поменять надо антифриз на и техническое хуже у нас остается посмотреть ходовую посмотреть александр мы посмотрим все что входит регламент на этого да мы все посмотрим более того вот можно даже здесь посмотреть какие работы мы на то 8 будем производить и это осмотр соответственно это замена на замену мы производить ним это все есть на официальном сайте можете посмотреть но можете включить эти позиции я хочу увидеть просто это опять займет много времени если мы будем это делать давайте включим вот что пентюм один что ли почему-то зале я не вообще не было много времени так так и все проверят систему да а если парить там нету выгодите смысле отдельная история вот не могу понять вот я привожу к вам машину на то у меня есть недостатки но вот я просто я есть недостатки вы вы специалисты я специалист обручает а вы мне говорите что нужно это отдельно записывается именно так и происходит человек приезжает на то у нас нет технической возможности провести те или иные работы на данный момент мы его перезаписываем на другое время вот и все хорошо а когда вот мотор могут посмотреть мой нос агрегатчик вот сейчас он один где он германия сентября месяца вот понимаете почему смею сентября месте мне там другая история у вас оборудование было не launch для для тестирования поэтому и говорим что у нас нет технической возможности приобретать не надо люди которые приобрели киев все брошенки теперь до конечно гарантии когда когда вы работа выполняли она была на гарантии а то вы же не выполнили качественную работу давайте машину заберете деньги отдадите секундочку в зпп написано как либо уполномоченное лицо вы уполномоченное лицо поэтому вы же уполномоченный импортеров правильно продать все поэтому мы можем вам тоже самое требование а мы же будем с этим требованием какие-то дали точно есть какие-то варианты и получается кто 56 тысяч если полную то ты детали стоимость так а я не вижу где туда плановое техническое обслуживание я не вижу где здесь прописано что диагностика будет производить это согласно регламенту можете на сайте посмотреть я а нельзя указать что я почему там там прописан регламент работа номера ходит в это обслуживание укажите пожалуйста вот что диагностика будет проводиться все-таки они просто вот сетка техническая на 24 официальный пока почему здесь нельзя так у нас нас здесь прописано обслуживание ну вы нам все равно же дадите результат отлично хорошо хорошо так наличие очевидных протечек протечек очевидных нет ну вы же видимо да соответственно если не подождите вот это здесь заводевания но это протечка а что это запотевание я понимаю запотевание чего из чего оно состоит это это жидкая или нежидкая это газообразная протечка этого жидкость если она оставляет следы но вот вот и ответ получается жидкость наличие очевидных протечек ну так повреждения в отсеке нет у нас повреждения че отсеки и на служимость вытекает почему вытекаю это же масло и вытекает безуплотнительный смотрите есть запотевание да еще раз возвращаемся к нашему разговору возникает который не влияет на расходе это влияет на расход технической дарами влияет да конечно вы это фиксировали где-то но во всех заказ нарядах кого и фиксировали что не влияет а вы фиксировали что не влияет но я считаю что но как вот фиксируем и считаем что влияет давайте тогда здесь поставим под галочку наши дела хорошо хорошо угостить так что дело спускаемся вниз михаил вас ждет проводить до автомобиля посмотрите все что есть идеальный вариант просто автомобиль оставляем деньги отдаете ему пошли не решается ладно а чего так долго машину делали так не вы же мастер вы же принимали машину слушайте там другой мастер еще и занимался сутки до антифриз меняли ну потому что уже позвонили до 12 следующего дня смотрите по скрежетам сокальная проблема вот по радио сокальная то что такое сокальная окальная смотрите это перегрев что еще перегрев или да 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 тормозные диски то есть работают при высокой температуре и по наружному радиусу образуется окально тут более того я сейчас не помню там почитать освежить в памяти там тормозные диски вне допуска уже дата по толщине соответственно их необходимо тоже менять диски да 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 диски тормозные вот что еще про диатор там повреждения нашли повреждения воде а 3 на на механические ничего ничего что то есть я не знаю там механика не вы смотрели нет механи конечно надо надо с механиком можно нам машину загнать чтобы посмотреть что снизу делали не делать ну конечно можно же на самом ну не знаю подтеки там какие-то есть может и защитник ну что вам труба стоит загоните уже быстрее будет быстрее уедем да и все и там документы сразу посмотрим на в тепле одеться просто холодно ну давайте тогда закатим машину да да ну да сделаешь были ну что такой несговорчивый михаил ну чё такое ну то одно виду 5 раз перед плате точно будем заезжать не точно точно будем заезжать а теперь уж точно точно будем смотреть так оказывается вот почему он переспрашивал такая сюда можно зайти наверно извините автомобиль ну как бы мы не можем принять потому что он не запускается смысл меня но я заехал как-то на машине батарейку батарейку поменял новую не понятно как рекомендации это понятно но машина же приехала пока не приехал мы готовы на этой же батарею чтобы она была среда не батарейку вы как раз таки поменял это второй ключ это он просто по пути наименчиво сопротивление попытался пойти я могу показать я менял эту батарейку следующие системы в порядке что не в порядке вообще все порядка но машина не едет ладно такая почему тут пишите что обслуживание автомобиля произведено соответствует указанием закачка неполном объеме правильно потому что у нас нет подтверждающих документов о том что вы все остальные работы которые входят по сетке ну а зачем вы пишете тогда продолжаете дальше писать что это является нарушением условий эксплуатации не но какой-то установили что это нарушение у нас нет никакого нарушения мы же предупредили вы можете написать предупреждение об службе автомобиля произведено в соответствии с указанием закачка неполном объеме . и на этом все вы не можете утверждать мы не понимаем почему вы выводы ваша организация делает который не соответствует действительности нет неправда вы не можете делать этот вывод хорошо заключение тогда мне давайте что вы установили что мы что-то нарушили но вы делаете здесь вы вы меня не слушаете еще раз я повторю вы только делаете то что мы вам сказали все никаких выводов вы не вправе здесь делать что является что это и вы что это является нарушение а почему нельзя распечатать правильный бланк так а почему вы изначально это делаете выводы которые ни на чем не основаны а можно можно я один вопросик уточню мы же когда автомобиль придавали я же я же предупредил что я уже поменял и вы не так достаточно же со слов то что я сказал так я это сделал я утверждаю и мастеру сказали давайте вот так вот вот давайте а зачем это а зачем мне для вас делать это за надо так это не нужно это просто со слов это же моя ответственность за автомобиль это все равно что я прихожу парикмахерскую у него только стрижку они к это бороду я говорю бороду не надо они как ну вы понимаете это является нарушением нашего регламента и может привести к тому тому то что вы завтра будет у вас продающий еще длинче так это же моя ответственность почему вы делаете выводы пожалуйста тем более машина уже не на гарантии по идее вы можете делать все что-то считаете нужно а мы просто даем свое заключение тем более у меня какая-то экспертная организация мы не проверяли по поводу того что вы меняли что вы не меняли мы поменяли только антиприз и проверили диагностику ходовой подвески компьютерное отсчитывание неисправности а то с чем вы не согласны вы просто зачеркиваете пишите мой согласен вопросов нет я не настаиваю на это я понял наше дело озвучить наше тело либо согласиться либо сказать что я не согласна вы не вправе делать заключение что является нарушением а что нет но почему нарушаете наши права но лишь неправильно потому что вы пытаетесь писать сюда нет вы пытались навязать мы отказывались от этого потому что мы произвели замену и оснований нам не верить у вас нет никаких вы можете написать как вы написали в начале что вы сделали такие-то такие-то работы по требованию потребителя все но делать заключение что если мы не произвели а вы пишите что мы не произвели замену масла мы произвели замену масла и масло производилась специализированной организации которые уполномочены это делать вы не вправе делать таких заключений и у вас артик получился тогда если бы вот эти заключения не писали своих непонятных гораздо меньше можно еще уточнить вы сказали что вы не навязываете в пакете который мне нужно оплачивать у вас все-таки стоят услуги которые вы по факту не выполняли вы сказали что нельзя их вычеркнуть если вы если вы их не оказывали то как можно за них оплату требовать если вы не меняли масло если вы не меняли фильтры как можно за них требовать оплату скажите пожалуйста остальное замена антифриза это не стоит так да да можно а я а я это уточнил вы не поверите но я уточнил в киа шуваловский и узнал а мы же заплатим и никого им предъявим по части вот именно это все идентично жанет нам просьбе стана нужен еще будет смысле регламент произведения работ одинаково это можно убрать я понял вы объяснили но я думал что нам нужно еще просьбе вот именно на замену антифриза информация для покупателей правильно я не нашел здесь прайса это на хавейл это на хавейл смысле так 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 это так это же это на хавейл а у меня другое автомобиль хорошо скажите то нам пожалуйста замена антифриза на хавейл и на киа стингер одну цену стоит так дайте нам тогда пожалуйста прайс-листа именно на замену антифриза а каким образом тогда смысле как нет то есть у вас прайс-листа на данную опцию нет никакого просто нет у нас на это отдельного оформленного хорошо сколько стоит поменять отдельно посмотрите давайте он нам сказал стоимость да не всегда говорили все нормально езжай это наверное снег налип а вот фарид да это снег попал на радиатор всегда всегда кто-то был виновник а чего пинается а чего так она трясется так это на холодную машины трясутся всегда находилась оправдание что как бы автомобиль когда он работает неровно то есть что владелец как бы все ну да можно и так сказать я говорю когда я просил завести автомобиль аналогичный чтобы продемонстрировать такого не будет происходить сказали что извините мы не можем вам завести автомобиля чат пошел и завел а здесь вот если вот этой логике студии да здесь пишут в рекомендациях что необходимо так сейчас тут вообще течь охлаждающей жидкости с нижнего патрука радиатора возле помпы необходимо устранить но тем не менее нам антифриз меняют да как так ну то есть потому что я так понимаю что мы попросили только антифриз поменять я я вижу как это то есть мастер обнаружив что есть печь на патрубке внизу внизу правильно я прочитал внизу течь охлаждающих нижнего патрубка да то есть по сути весь антифриз уже может утечь но тем не менее нам поменять антифриз поменяли нам я у него обязательно спрошу это конечно не к вам вопрос я просто просто озвучил да я к чему это сказал что это механик михаил именно говорил о том что машину надо привозить исправную да 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 устранить по крайней мере позвонить сказать что давайте поменяем жидкость после того как поменяем патрубок не по работам да но если вы видите что визуально идет течь антифриза зачем тогда получается его менять когда идет утечка вы же бы могли позвонить александр александр мы антифриз меняем но он вытекет это все равно что в пробке летом по этой поддоне картера да удары масляные броши люблю вот мы масло вам поменяли но там пробки нет надо как бы вкрутить и еще да еще кто-то должен подойти же да по цене а и он все то же самое он михаил такой не общительный товарищ какой он опять раз уговаривал давайте не будем заезжать так это я пока возвращаюсь от михаила михаил а у нас у нас у нас вопрос к вам мне тогда заберу пока это ладно одну у нас вопрос отдельно стоимостью замены антифриз сколько а вот пожалуйста давайте сколько получается 3 500 работы и соответственно антифриз то же самое да там 9 9 927 то есть все вместе 13 427 а вот же сумма указано 8 нету сумма всего 13 427 и вопрос у нас как вам как профессионалу страшно уже пишите в рекомендации течь охлаждающей жидкости с нижнего патрубка радиатора возле помпы необходимо устранить но тем не менее это не мешает вам менять антифриз что это мы установили почему вопрос ну что почему почему не мешает это вам произвести замену антифриз там же течь там же течь ничего хорошего не хорошо течь и ну хорошо мы констатируем факт что там есть течь а как это может помешать заменять это ли как так он уйдет просто нет это даже обязательно что повлиять на элементарную лояльность показатели вашей работы позвонить сказать ребят у вас давайте мы заработаем денег но поменяем по одной с александром как договаривались до все в рекомендации а если есть какие-то замечания то можно позвать смотрите у вас тормозные диски до допуском это вас не беспокоит почему так я же не ездил на машине я не знаю как дело не в этом вот если бы мы например меняли бы тормозные колодки а тормозной диск уже за допуском и мы и вот в этом случае да можно там предположить что изношенный тормозной диск он быстрее повредит все эти колодки которые новые вы ставите такая же история здесь то есть мы меняем антифриз который будет также вытекать но тем не менее смотрите судя по антифризу да по количеству антифриза с которым вы приехали то есть там утечетом небольшая но это пока мороз и так я я не приехал машина стояла с августа месяца у вас на территории то есть я как понимаю работу мастера в этой ситуации мастеру поступила задача поменять антифриз мастер установил что есть течь системе охлаждения и он звонит клиенту говорит у вас здесь есть течь давайте вы патрубок прежде чем менять антифриз я вам сейчас рекомендую уже бессмысленно делать эту работу зачем если она уйдет смысл на антифриз же новый хорошо он уйти может и конечно потом клиент приезжает менять по роман опять передергнуть к чему а потом клиент принимать приезжает к вам менять например этот патрубок согласно вашей рекомендации да быстро возьмем за замену патрубка то есть антифриз же не нужно будет платить но он же все равно потери какая-то будет при замене патрубка будет и нужно будет на поливку учитывая то что у нас сейчас там на минимуме может быть он уже ушел патрубка поменяете тоже на меня по братске и ему автомобиль подняли уже подалью можно постоянно приезжать доливать просто и все и мы забыли нет нет я мы просто поговорим про то что я вас услышал я вас понял мы работаем над собой все мы люди совершаем ошибки данном случае я с вами полностью согласен совершили ошибку да да слышите появляется пропадок слышите болта не хватает то есть масло да получается оттуда уходит да а мы про коробку когда тоже постоянно что-то говорили на закон ли он льется надо было просто с позвонической давать поменяем потом вот я михаил но вы же мастер профессионал ну как в рекомендациях вы понимаете мы говорили о чем мы говорили посмотрите это моего профессионализма в данном случае не хватило я это признаю ну вот хотя бы что признаете да но то уже ну в общем да ну а то как то уже все люди вы человек вы мы все совершаем ошибки и это ни для кого не секрет вопрос как мы реагируем на эти ошибки в данном случае я признаю да но мы это совершили не из-за злого умысла изначально была договоренность о том что все в рекомендации соответственно мы все рекомендации указали как договаривались клиентам следующая коллеги если там какая что-то критичное что там необходимо поменять позвоните мне пожалуйста а наоборот это должно было быть наоборот вы звоните где-то подруга плохой в качестве лояльности клиенту за косяк поменяли вы у нас замена антифриза получилось 20 тысяч вместо если бы мы просто приехали заплатили бы 13 классная скидка скидка в плюс это жесть это шок минус один болт это можно спросить а где они могут сослаться на то что них актером передачи автомобиль передался в грязном виде но они не крутили ничего не хотела посмотреть они это по-любому крутили это то не крутили а зачем верху сливать антифриста на патрубок здесь находится чтобы до нее добраться надо снять ну как бы этот булки почему-то отсутствует ну вот скорее тоже не снег получается да правильно снега туда откуда взяться машина на улице просто не это вода это они что и помыли а от снега не сползнули антифриз то вот мы здесь вот антифриз здесь антифриз здесь антифриз антифриз капает уходит сколько он будет уходить непонятно может там за год у это я говорю они наверняка налили по половине банки на между рисках половину и она пока стояла видимо ну как бы учет и сливой не это конечно если льется ну вот тут тут и тут так конечно получается вы же сказали в рекомендациях и все я в шоке пробки сливной бы не было моторного мотора поддона картера в рекомендациях же можно указать как казали бы а где масло так она вытекла дырка все мы залили но она вытекла вы же сказали в так я понимаю она стояла здесь с августа месяца да да по поводу вот этой течь необходимо проводить углубленный осмотр то есть там не факт что проблема патрубки я уточнил этот момент возле помпы с нижнего патрубка радиатора и нижнего по возле возле помпы необходимо устранить написано что необходимо заменить патруб нижнего патрубка были бы мой русский язык просто да вот русских вот вот вы неправильно трактуете а да я вам говорила дающие жидкости с нижнего патрубка радиатор нижнего ну то есть вы имеете ввиду что она может быть где-то оттуда стекает на патрубок из тк патрубка водом на землю да отлично отлично все переходим юмористическое это рекомендации да то что выявлено при обслуживании подождите так а нам же сказали что делали диагностику нам сказали сделали там у нас целая бумага диагностика хорошо но вы пишете рекомендации значит вы же отвечаете за свои слова то что вы пишете или нет отвечает на течь установили течь установили конкретно даже написано с нижнего патрубка нижнего патрубка радиатора а я понял он надо должно было написано из нижнего патрубка это просто скажем так зона оттуда идет течь тут же не написано требуется заменить патрубок вы согласны со мной сирентирование что тогда вы выбираетесь необходимо устранить течь каким каким он вы шутите скажите шучу и зрители отправляют ни в коем случае никаких на полном серьезе это михаил если что alarm motors я тогда не знаю там в нем не сказано заменить понимаете устранить сказано да не заменить устранить устранить то есть это не означает заменить это разные вещи сначала надо устранить зрителей поймет потом разобраться этого визита потом разобраться и заменить если если честно туда тут даже не надо зрителям вот я это вижу вот очевидно и без без каких-либо зрителей короче эти колодки скрипят надо устранить скрип как надо установить а как установить вероятно заменить колодки да ну я тоже так надо определить то есть колодки могут стрик скрипеть из-за того что они закончились да там стоят скрипуны так называемые а вот либо скрипят из-за попадания каких-то посторонних предметов тормозную то есть варианты тоже не однозначно не мне эта история вообще не нравится а мне нравится я приезжаю к специалисту прошу ребята сделайте вот но сделать я же плачу деньги на коммерческой основе и получается что когда я хочу сделать вы мне говорите это нужно установить это нужно провести тут непонятно что это просто можно устранить просто как это просто так а что значит просто генетель ну вы же специалисты я просто не специалист поэтому обращаюсь дилеру у которого обслуживаю автомобиль 3 вы приехали на то но то выполнили во первых не полном объеме выгонами на меня так такие ну вот а вы не заменили масло в двигателе меня заменили масло в переднем и заднем заменил у нас этого нет ни у вас этого не должно быть это для меня это моя ответственность я с вами не спорю такая и говорю когда мы с вами перечень перечисляли вы сказали а что вы сделали вот это вот это вот это сделать евро автор так а зачем мне вам заказ а зачем мне вас заказ наряды показывать ну вот не я просил диагностику сделать изначально и диагностику в том числе такой работы нет маслом изначально нет я понял то кого-то рекомендация по замене патрубка почему его не поменяют потому что там было на нем запотевание на самом патрубке мощность прогрелась это испарилась за это сейчас не видно что там где чего и как но я понимаю почему тогда не устранить не поменять патрубу это уже клиент ориентированности желание заработать нет ну я понимаю как мы меняли антифриз антифриз поменяли мы приехали забирать видим что там идет встречи они сами подтверждают что идет течь непонятно первый вопрос зачем меняли антифриз они согласовали сначала дополнительно с клиентом по поводу того что чтобы качественно оказать эту услугу необходимо произвести дополнительные работы то есть заменить патрубок или что там еще я не знаю вот этого сделано не было просто тупо поменяли антифриз антифриз сейчас у нас льется машину забирать мы естественно таком состоянии не можем значит она должна оставаться и что-то надо патрубок поменять или что-то для этого таком а мастер спасибо большое мастер просто убежал ждать пошел опять убежать и все подтеки на они криво залили просто антифриз но это не факт хорошо а почему они тогда пишут что ну потому что он не говорит сейчас мы увидели что вот в этом месте было запосевание я поняла было мокрое пикто я понимаю могло на морозе это выдавить ну так вот сейчас могло в тепле это высушить высушить ничего не видно но мы не знаем мы не знаем почему потому что в тепле расширяется а на холоде сужается соответственно если там течь есть то на холоде она для этого и нужно диагностика саму вот это песни тифриз который сейчас там есть и вот мы и посмотреть откуда будет давить а какие то вопросы еще до основной на течу загонить ну слушайте необходимо на смотрите данными вопросами занимается агрегат к сожалению он сейчас болен и мы это озвучивали обсуждали с александром при приеме автомобиля поэтому к сожалению в данном случае мы не может помочь а я не могу так принять автомобиль не может так принять надо надо как минимум устранить подтеки сожалению этого сделать подтеки устранить замыть а замыть просто ну да конечно я предлагаю как я предлагаю как потому что ну были проливы антифриза при заливке ничего страшного ну как бывает возможно но сейчас выявить откуда идет течь невозможно у нас нет поставить на холод замыть оставить греться пусть это все пять подсох проблема не вижу выкатить опять на холод и она ты проявится ну давайте так потому что ну человек точно не будучи забирать машину а так хотя бы можно вам будет подзаработать моей патрубок и все не вижу проблем не мы даже за это денег не будем брать замоем жень можно замыть пожалуйста наверное роман покажет а в рекомендациях а в рекомендациях пишите что идет течь может быть механика ошибся может быть то нет почему ну потому что я приезжаю к специалистам я плачу за это деньги для того чтобы установили что с автомобиля еще раз вам повторюсь мы провели только что касаемо каких-то вот дополнительных вот этой истории поиск течи антифриза это отдельно так нужно так это все в комплексе осмотр осмотр охлаждающей системы вы меня либо не хотите услышать либо не хотите понять не понял если честно если честно то что я слышу когда говорит мастер и у меня вообще в голове не укладывается понимаете я не понимаю и когда мне говорят что это на какую-то публику когда там написано что идет течь нижнего патрубка а мне говорят что так это же нужно установить таковы как это сделано как вы написали ну так то есть это визуальный осмотр но это обсуд все равно он визуальный осмотр да то есть человек забарился до едет подобную диагностику чтобы приехать на диагностику ему скажут типа блин а вот здесь все в порядке делать нельзя замкнутый круг если не уверена на хера писать вообще там цепил кучу да там написали на кучу рекомендаций сейчас если всем остальным заняться еще активнее ошибки и ошибки в истории отсутствует как они могут отсутствовать как могут отсутствовать ошибки они в принципе полностью доход по автомобилю не запускался уже должна быть ошибка ну да не пишет активно ошибки ажики она в истории тут но все равно хотя бы какая-то одна мелкая ошибка но она должна быть конец машине не дачу разорвану цепь как обычно да когда аккумулятор садится датчик датчик колодок есть датчиков не небо когда мы возвращаем пока актик который брали все там они тогда там будут чудо смотреть дальше и не загоняем вы замоете выгоните и оставите а мы потом приедем и все вместе на встречу и все вместе посмотрим чтобы согласовать на веру поменять так вы же написали в рекомендации короче мы нижнего потуха возле помпа и что там дальше не до конца устранить устраняется устранить до написано конкретно все пойдем же на жизнь как это ничего не будете нет ладно пойдем не а я бы вы деньги да хотели заплатить и у юмор подъехал да мы хотели но потому что машина пока нет не можем ее забрать мы же подошли надо потому что течь устранить как даже если криво заливали как криво вы заливали а он просто как бы он меткой свою да вот как это обычно любая простые эти ваши не делили простые автолюбители делают как вот даже как я делаю да если мне надо налить омывашку например я не буду ставить воронку я беру и оба и либо попал либо нет на самом деле это же антифриз заливаются но в горловину через воронку не озвучьте потом я подумаю ладно пойдемте тогда вы присылайте как бы там когда возник идуже спасибо все хорошо а еще болт был защите защита которая в рамках лояльности для клиента клиенту болт да но миша это конечно парень классный слушайте но если честно вот одни стиле достигают уездят так а ничего не делают но они приезжают понимаете дресс здравствуйте мы за новым автомобилем нету еще до нового пока я думал вот лечу уже на а по поводу автомобиля как что мы же так не забрали но можем оставить можем оставить смотрите просто мы получили уведомление что за каждый день простой автомобиль и на теле просто уведомление телеграмм телеграмма да я не об этом нет имею ввиду аж телеграмму не поленились отстучать причем телефона как телеграмма немножко неправильно там они пишут что машина готова уже было 6 числа но мы 6 числа поняли что она не готова обманули чуть надо да но также вывозит вы также уведомляете то что тут еще за каждый день то что настоит 400 рублей и мы мы ни в коем случае просто просто раз тек антифриз да но телеграмм в телеграмме написано что она была готова 6 числа обманули не нам немножко не так там михаил сделал как то есть он он менял антифриз но установил установил что патрубок течет вопрос зачем да а он меняет антифриз который напрямую связан как бы с этой да ну конечно ну патрубок хотя он бы мог позвонить он мог бы позвонить сказать там александр мы начали менять антифриз но мы обнаружили что течет патрубок поэтому надо принять решение мы как мы тогда мастера нету к сожалению нет единственное о чем вас могу попросить просто я думала что мы какое-то время вышли хотя бы до следующей недели пока мы еще там подумаем по поводу вашего требования ну как вы утверждаете его или не удаляем и второе то что там например придет ректорник вы подъедете вот Михаил раз он уже машину ведет сейчас просто вам приводит новый мастер который выучает в курсе вашего автомобиля и начинать все по новой он вообще не занимался я вам даже больше скажу вы с нас не будете требовать деньги дополнительные нам счет не придет потом я просто но я я как увидел но не совсем так не совсем так но не возьмете с нас денег если мы прием понедельник я понял с 6 числа 6 7 8 2 на 2 понедельник турник михаил работы до как у вас посмотрим там понедельник у меня с утра то я там занят сложно сказать ну да наверное да тогда мы после обеда подъедем смотрите как удобнее понедельник вторник я на рабочем месте михаил на рабочем месте смена которая занималась в мобиле он непосредственно кто для арместировал осматривал тоже на рабочем месте поэтому приезжайте как вам удобнее но возможности попрошу вас понедельник день тяжелый не знаю на какой день вы сориентируетесь понедельник электронник но лучше чуть чуть попозже ближе вот ну как в тот раз может быть приехали ладно хорошо михаил куда-то унес в другой стингер с подрубками да да а у вас диагноз то не вышел на работу а диагноз то у нас есть а агрегатчик вы про агрегатчика который с пневмонией у меня лежит нет не нам говорили диагноз я не помню агрегатчик диагноз который занимается электрическими всеми делами они находятся на рабочих местах что в одной смене что вопрос у нас упирался только в отсутствие диагностического оборудования а если я вам оригинальное оборудование привезу ски почему то есть диагноз есть оборудование нет отлично а если оборудование вам привезу сертифицированное почему заставлять не надо мы попросим или нет заставлять делать можете о чем угодно не факт что мы рам так она же сертифицирована не не в киа ну я вышел там на людей которые мне готовы предоставить так короче нет короче мы все скажем что у него нет оборудования зачем вы лишний раз работает он работает без оборудования вы что шутите что ли зачем это нужно нет 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 ну а дальше у нас 10 дней лягушка помогает это для счастья я говорю помогает а счастье как все ладно всего доброго понедельник 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 это у нас 12 по моему плюс минус приедете как как раз хотите ну да час два ориентировочно в этом промежутке в час два не 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 лучше бы тогда ближе к вечеру я думаю ближе к вечеру час два точно не получится это главное не без 5 и 9 в вечер без 10 придем ладно да всего доброго михаил будет торопиться ну собственно продолжение следует ну собственно продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok